Леонид Харытин, я менеджер продукции видеоконференц-связь компания «Пинматик». Ну, наконец-таки, выходит модель, которую мы так долго ждали. Теперь у нас в линейке появляется новый флагман. Кто-то, возможно, был на наших партнерских мероприятиях, на семинарах, где мы предварительно анонсировали ВСИ 800-й. При этом оговаривались, что не знаем точной цены. Говорили о неком диапазоне цен, не знаем о точных характеристиках. Но это было месяц-два назад. Сейчас все известно точно. Модель официальной мировой старт-продаж была дана, была отмашка на прошлой неделе. Мы с неким запозданием, но все-таки с коротким, надеемся, запозданием. Даем эту информацию сейчас для российского рынка. Итак, ВСИ 800-й. Картинку мы вот такую выводим, да? Слайд и нас. Может быть, если можно загрупнить слайд? У каждого слушателя вебинара в окне есть кнопки широкоэкранного просмотра. Если видно мелко, то можно открыть широкоэкранный режим. Мы его, Леонид, не включаем для того, чтобы видеть чат. Все понял. Дизайн устройства показан на фотографии. В комплект поставки теперь, помимо привычного дизайна камеры, включен такой Y-образный конференц-телефон. Покрытие будет серое, металлопластиковое, в стиле хай-теч в новом модном тренде. Содержание вебинара. Говорим о позиционировании продукта, говорим о каких-то ключевых преимуществах, самых таких, наверное, важных. Хотя модель новая, там про нее можно очень долго рассказывать. Там практически все ее потребительские характеристики являются, наверное, ключевыми преимуществами. Но нельзя объять необъятное, поэтому поговорим о самых таких, самых привлекательных штучках. Поговорим о новых возможностях в плане использования, которые дает нам VC-800. Ну и поговорим немножко о том, как этот VC-800 сейчас будет уживаться среди конкурентов. Позиционирование. Еще раз повторю, что это у нас новый флагман. Первая модель серии VCS 2.0. Ялинк запустит в этом году три новых кодека. Первый вот вышел, второй мы ожидаем там чуть попозже, но про это будет отдельный слайд. Поскольку это флагман, то это модель назначена позиционированием для использования больших и средних переговорных флагманов. Продуктовая линейка. Вот снизу наши две модели, которые живут уже больше полутора лет, почти два года. Сверху та самая линейка VCS 2.0. Слева направо VC-200. Мы пока про него ничего не знаем, кроме того, что это будет кодек с очень агрессивной ценой. VC-500, ждем его анонс в третьем квартале. И VC-800, старшая модель. Старшая модель как в линейке 2.0, так и во всех двух линейках сумма. Тут, Леонид, я бы хотел добавить, извиняюсь, что влезаю в твою часть презентации. У нас с тобой вместе был вебинар, по-моему, в марте месяце. У нас есть на нашем канале YouTube запись этого вебинара, где подробно рассказывается о всех этих моделях, про которые ты говоришь про VC-200 и VC-500. Так что на нашем канале можно найти запись с очень подробным описанием этих продуктов. Да, согласен. Не будем сейчас детально рассматривать то, чего еще нет. Сконцентрируемся на VC-800. Сразу хочу сказать, что модель VC-S1.0 будет какое-то время жить совместно с линейкой VC-2.0. Разница в технических характеристиках для модели одинакового класса будет отрегулирована ценовыми соотношениями. Зачем это делается, наверное, понятно. Потому что цикл проектов по видеоконференц-связи зачастую бывает очень долгий. Полгода, 9 месяцев, год – это достаточно типовой срок для долгих проектов, где заказчик принимает решения не сразу. Сначала приценивается, потом входит за бюджетом. И, в общем, в таких ситуациях крайне необходим, крайне желательно, чтобы та модель, которая заложена на старте, в бюджетную оценку дожила до момента принятия решения. Поэтому нельзя очень часто дергать модель ряд, делать его замену. Это для таких проектов не то, что смерти подобное, но создает очень сильную дополнительную нагрузку для компаний-партнеров и для самого заказчика, где приходится каждый раз пересогласовывать спецификацию. Поэтому с линейкой 1.0 до конца года точно совершенно все в порядке. Она доступна, доступна к заказу, доступна к производству. Если кто-то заложил и подходит цикл исполнения проекта, то вы не волнуйтесь, с этим будет все в порядке. Комплектность поставки. Комплектность поставки в мире можно будет встретить две. На США и Европу, мы относимся к Европе, к европейскому рынку, весь ЕС-800 будет поставляться в комплекте с двумя выносными беспроводными микрофонами. Для таких замечательных стран, как Бразилия и Перу, базовый комплект поставки будет включать в себя два проводных микрофона. Ну, если заказчику, например, какому-то невместно использовать беспроводные микрофоны, по какой-то специфике, например, силовая структура, где это запрещено, то можно будет дополнительно, опционально докупить, уже докупить, уже не бесплатно, выносные проводные микрофоны. Я сейчас про Россию говорю. Но в Бразилии и Перу все с точностью наоборот. Если хочется использовать беспроводной микрофон, то его нужно будет докупать дополнительно. Весь комплект поставки будет включать в себя сам кодек, конференц-телефон, беспроводные у нас микрофоны, коммутационный хаб, пульт управления, ну и вот опция здесь показана в виде квадратика зеленого прямоугольника, который находится справа от основной комплектации. Леонид, я тут бы тоже хотел добавиться и 5 копеек. На самом деле конференц-телефон этой новой системы, он стоит отдельной презентации, он может работать как самостоятельное устройство, и у него очень много возможностей, про которые мы планируем вебинар в июле. Поэтому я как бы сейчас говорю о том, что мы вскользься расскажем про его возможности. Далеко не все их упомянем. Приглашаю всех в июле следить за нашими новостями. Будет отдельный вебинар по этому устройству. Оно стоит внимания. Спасибо, Дима. Ты сбежал просто немножко вперед. У нас был отдельный слайд. Непонятно, зачем ты в самом начале рассказал, что убийца шофер. Ну ладно, так тому и будет. Итак, ключевые преимущества. Ну, самая главная, интересная, наверное, штука, это то, что кодек будет обладать встроенным MCU на 24 точки. При этом это будет поставляться в виде лицензии трех видов. То есть не каждая точка будет лицензироваться, а можно будет купить это тремя квантами. Либо на 8 лицензии, либо на 16 открытую ноготочку, либо на 24. То есть, иными словами, кодек может поставляться в четырех вариантов. Либо как голый терминал без ноготочки, либо как терминал с ноготочкой, соответственно, на вот любое из этих количеств. При этом MCU будет подверживать две виртуальные комнаты. Если создается одиночный вебинар, то качество будет 1080p. Если двойной вебинар, то асимметричная конференция на 720p. Поддерживаться будут многочисленные раскладки, в том числе постоянное присутствие с голосовой активацией. Ну, конец этой функции реализована на кодеках EOLINK. Многие это ждали, многие про это спрашивали. Модели VC800 это выйдет доступно. Поддержки. Будет также поддерживаться новая раскладка picture-in-picture. То есть можно будет накладывать картинки одну на другую. Это достаточно актуально, наверное, для тех заказчиков, которые планируют использовать не два дисплея, а один большой. Чтобы на одном экране видеть, например, маленькое окошко с изображением спикера и фоново на весь экран выводить презентацию. То есть можно будет этими картинками управлять. При этом экран будет выводиться до девяти участников одновременно. Если постоянное присутствие с голосовой активацией, это 1 плюс 7. Ну, если это симметричная раскладка в виде мозаики, то это 3 на 3. У нас поступают вопросы от Илья Зубаревича. Первый вопрос – это тестировали всех абонентов. Ну, честно отвечу, что у нас на складе набралось 17 терминальных, то есть непрограммных кодеков, которые мы подключили к нашему VC800. У нас получилась модель VC800 плюс 17 терминалов. То есть всего 18 было участников. На таком подключении в одну VMR устройство работало стабильно. Мы проверяли мозаику 3 на 3, то есть максимум 9 участников на одном экране. И эти участники периодически кодек их обновлял, чтобы все слушатели конференции время от времени появлялись на экране. В таком режиме мы использовали два экрана, то есть на одном было видео, на втором – контент. И картинка была следующая. Мы с VC800 отдавали всем нашим терминалам Full HD видео и Full HD контент, а на прием получали картинку в формате 720p, то есть HD. Ну и отсюда ответ на следующий вопрос – откуда взялись ограничения у двойного VMR. Тут надо понимать, что это устройство все в одном, в одном корпусе камеры и кодек, и оно имеет некоторое ограничение производительности. Поэтому, когда будет использовано два VMR, то к первому VMR фактически кодек будет через HDMI-разъем на телевизор выводить изображение и организовать конференцию, а вторая VMR, она работает в фоновом режиме, может обрабатывать каких-то там участников, которые параллельно собираются в конференции. И при всем при этом он будет давать сам VC800 720p картинку, а получать он сможет разрешение 448p. В принципе, на раскладках 3х3 – это вполне себе хорошее качество. Пока дело в аппаратной составляющей. И опять же вопрос от Ильи Зубаревича похожий на SVC. Нет, Илья, это не SVC, это по-прежнему AVC, Advanced Video Coding. Поддержка SVC, E-Link планирует ее реализовать, но она появится не раньше, чем через год. Пока все делается аппаратно, на мощностях самого устройства. Камера при внешнем виде очень похожа на камеру от существующей модели VC120. Камера все-таки новая, с поддержкой 1080p, 60 кадров в секунду. Акустика, ну, традиционный партнер E-Link – это Хармен Кордон. Не знаю, как это. Хармен Кордон. Кордон. Спасибо, Мизин. Теперь телефон захватывает, сам телефон без микрофонов, до 6 метров. 360 градусов гарантированный захват звука. И два беспроводных микрофона позволяют эту дистанцию расширить, ну, практически до 20 метров. Есть технологии защиты от фонового шума. Есть поддержка кодека OUS. Я бы хотел сказать еще по технике, что беспроводные микрофоны работают по технологии DECT. Это не Wi-Fi и не Bluetooth. Ну, вот табличка, видите, сравнение акустических, скажем так, акустических основных возможностей. Да, вот CP860 – это тот акустический блок, который был базовым для предыдущей модели, не предыдущей, для модели VC120. Видим, что по всем параметрам мы очень сильно улучшились. И, не знаю, что… Практически это телефон совершенно нового класса, совершенно нового поколения. Ну, я бы хотел отметить, что здесь не зря в таблице представлен экран, позиция экрана, где указано, что экран 5-дюймовый. Это не просто, так сказать, тренд и дань моде. Это действительно удобно, потому что дальше у нас будет технический блок, где мы покажем, что на таком большом экране, какие действия можно выполнять и зачем они нужны. Вот он HD, то есть у него разрешение 1280 на 720 пикселей, и на нем очень удобно действительно работать. То есть он не только теперь лежит для красоты в переговорной комнате, но и является таким очень удобным элементом управления. Он сенсорный, и как нам всем привычно на современных планшетах, смартфонах, можно будет по такому же принципу работать с конференц-телефоном для управления конференцией. Да, теперь вполне возможно, что пульт будет вспомогательным устройством, а конференц-телефон основным устройством управления. Сейчас у нас точно наоборот, телефон как бы является дублирующим органом, а основное управление идет с пульта. Тут могут поменяться в переговоре. Но это нормально, этот тренд, это классно, удобно. Сетевые параметры. Ну, наконец-таки Alink решил, что пора уже поддержать 265-й кодек. Соответственно, теперь мы 1080p при 30 кадрах в секунду умеем гнать, зажимать полосу от 512. Гладкое видео восстанавливается теперь при потере до 30% пакетов. Раньше эта цифра была 8, да? Как раз в таблице есть информация. Подожди, пожалуйста, Alink, тут бы я хотел сделать очередное техническое лирическое отступление и попросить партнеров о сотрудничестве и взаимодействии. Все дело в том, что нам очень интересно проверить работу нового VC800 на 265-м кодеке. И если у вас есть возможность, мы бы с удовольствием с вами провели какие-то полевые испытания, оценили бы совместимость, оценили бы нагрузку на полосу. Потому что у нас сейчас основная проверка идет с использованием видеокамер MailSite, которые тоже этот кодек поддерживают. Но это немножко не тот полевой случай. Поэтому, если такая возможность есть, пожалуйста, пишитесь. Я буду крайне признателен и с удовольствием сотрудничаю. Дмитрий, речь идет о чем? О проверке кодеков в нашей лаборатории или о реальном полевом испытании, что кодек остается у нашего партнера и мы связываемся через глобальную всемирную сеть? Насколько я знаю, комплекты с VC800 у нас вот поступят. Поэтому, я думаю, можно было бы разные случаи попробовать. И соединиться между офисами и вплоть до передачи одного из комплектов на демо. Мне кажется, и те, и те варианты были бы интересны. Кому из партнеров это интересно, мы готовы не просто потестироваться, но и там в дальнейшем эти результаты где-то опубликовать. С какими-то совместными комментариями. Илья Забаревич уже предлагает свою помощь. Отлично, Илья. Спасибо, Илья. Активнее записывайтесь, граждане. Может, у кого-то есть поляком. Вот, спасибо. Хорошо, это потом в почту и я думаю, что мы устроим нормальное полноценное тестирование, а не просто в серии «Работает, не работает». Я сейчас напишу электронную почту, куда писать? Почта dcs.sobaka.ifimatyka.ru Просьба, напишите в теме письма «Тестирование H.265». Ну, что-то такое, чтобы было понятно, что тема данного письма, она произстекает из этого вебинара. Спасибо, идем дальше. Максимально упрощенная установка обеспечивается тем, что кодек у нас сделан в формате all-in-one, то есть он совмещен с камерой. И вот телевизионный блок, самый главный, он отделяется от зоны ввода информации, точнее, не отделяется, прошу прощения, он коммутироваться будет с помощью обычного РЖ-45 кабеля. То есть все разъемы HDMI-выходов, которые нужны для подключения телевизоров, они находятся на задней части кодека и просто короткими кабелями с кодека вы скидываете эти провода и подключаете ТВ. А дальше вы стандартным патч-кордом вытягиваете на стол для переговоров и в коммутационный блок подключается как аудиотелефон, так и USB-диск для записи, так и передача контента по HDMI и дисплей порту происходит в зоне переговорной. То есть там, где стоит коммутационный блок. Да, при этом не нужно будет закладывать удлинитель камеры, потому что кодек будет находиться вместе с камерой. Лишние расходы на вот это вот. Мы, честно говоря, сами пока экспериментов не проводили, но здесь стандартный РЖ-45, категория даже не объявлена, то есть можно там пятую попробовать. Соответственно, требования... 100 метров, реально будет 70-80. Как обычный стиль. Как обычный, да. Ну вот тут самая картинка, о которой говорил Дмитрий. Это скриншот. Здесь два скриншота, позвольте я себе помогу. Здесь первым делом говорится о том, что у кодека интуитивный и понятный интерфейс в стиле ТВ. И картинка снизу, которая крупная, на темном фоне, это экранное меню нового E-Link VC800. Вот здесь плиточный интерфейс, как это сделано в Windows. Сразу есть превью с камеры, как выглядит изображение. В левой части есть раздел меню, раздел записной книги. А под превью, то есть под изображением в тексте указывается расписание ближайших мероприятий. И тут стоит перейти ко второму пункту и сказать, что новый E-Link VC800, он очень тесно интегрирован с новым продуктом от E-Link, который называется E-Link Meeting Server. О нем у нас тоже был буквально месяц назад вебинар. Запись есть также на нашем канале YouTube. Это программный сервер, в котором вы планируете конференции. Как только конференция спланирована, в эту конференцию добавлены терминалы, то вот здесь вот в экранном меню устройства появляется информация, что у вас запланировано мероприятие, указано время, когда это мероприятие будет. И чтобы к нему подключиться, достаточно один клик выполнить, нажать на вот это вот окно. Точно так же по одному клику происходит создание новых конференций ресурсами самого E-Link VC800. Ну и вот то, что хотел ты о нем сказать, это только последним пунктом в этом слайде, пункт номер три. Это мультитач дисплей 5 дюймов. И справа представлен скриншот. Да, ведь о нем хотел бы говорить. На скриншоте видно, что можно с экрана телефона управлять звуком участников конференции, то есть давать им или разрешать возможность голоса, или же заглушить всех, или же, например, кого-то удалить из конференции. Такой вот элемент управления для администратора конференции. Для модератора, скорее всего. Ну да, согласен, для модератора. Поддерживаем H323 и SIP. Ну тут ничего чудесного. Странно, если бы наоборот. Если бы что-то из этого не поддерживалось. Протестировано на совместимость с облачными решениями известных мировых и российских производителей. Есть поддержка API через H3232. Ну и по-прежнему есть совместимость с крестроном BMX, которая появилась еще на линейке VCS 1.0. Напоминаю, что 120, что VC 110, они совместимы. Ими можно управлять через коммутацию BMX. Подожди, пожалуйста, Леонид. Илья Зубаревич спрашивает про HTTP API. Точно ли оно есть? Да, Илья, HTTP API точно есть. Оно не изменилось по отношению к VC 120. Принцип работы точно такой же. Документация есть. Она, к сожалению, на английском. Хотя для нас, наверное, к счастью, мне как-то вот, и как мне, так и нашим администраторам гораздо более понятна логика работы в непереведенном документе. Но, тем не менее, обращайтесь. Документация к API у нас есть. Мы можем ее предоставить и помочь. Спрашивают, презентация в записи будет? Не могу досмотреть до конца. Презентацию вы можете скачать с доски, с закладки документов. Да, там есть кнопочка «Скачать». На формате PDF, правда, но, тем не менее, вы можете ее посмотреть. Ну, мы не будем отдавать в формате PPT. Только в формате PDF. Запись введем, она будет на YouTube. Что касается записи всего вебинара, мы традиционно выкладываем все вебинары на нашем канале на YouTube. То есть, можете и скачать презентацию сейчас, и дальше посмотреть наши комментарии, наше голосовое сопровождение. Так что, ничего не потеряете. Потеряете только возможность задать вопрос. Спасибо. Так, ну что, идем дальше. Все понятно. Ну, резюмируя. Ключевые преимущества. МСЮ на 24 точки. Пока уникальная, пока и беспрецедентная цифра для решения этого класса, этой ценовой категории. Камера самая современная по уровню 1080p, 60 кадров в секунду. Ну, 12-кратный оптический зум. Не сказать, что сильно выдающийся, но это хороший, высокий показатель по уровню, по отраслевому уровню. Конференция-телефон с сенсорным управлением 5-дюймовым. Наверное, тоже самого последнего поколения, самого последнего уровня. Выносные беспроводные микрофоны, которые очень сильно расширяют зону охвата даже для базовой поставки. В ряде случаев не нужна будет дополнительная конференция системы. Ну, подчеркиваю, в ряде случаев. Поддержка 265-го кодека. Опять-таки, наконец-то это есть. Ждали довольно долго, вопросов было много. Ну, и остальные функции из самых приятных, самых таких вот вкусных, наверное, мелочей. Это наличие мини-дисплей порта отдельного входа. Ялинк учитывает любителей яблочных продуктов. Для них теперь есть прямое подключение. Они могут подключать контент напрямую к презентации, не мучаясь там, а какой переходник, а что-то еще. А как нам этот файл там переконвертировать. Напрямую совместить. На этом слайде есть две цены. Если вы обратите внимание, вот там радостно-оранжево написано по-зеленому. 8500-18500. Это диапазон розничных цен. 8500 это та самая базовая конфигурация без MCU, чисто терминальная поставка. И 18500 это максимальная конфигурация с активированной многоточкой на 24 пользователей. Ну, понятно, что многоточки на 8 и на 16, они будут находиться где-то посередине этого диапазона. Цены мы сегодня выложили на сайт. Сегодня мы это откроем. Расслиз для партнеров придет, я думаю, что в понедельник. Соответствующие цены. Можно закладывать проекты. Можно предлагать заказчикам. Что касается того, что сказал Дима, к нам придет это скоро. Мы ожидаем эту поставку, ну, наверное, в третьей декаде июля. Может быть, в первой. Заказ уже размещен. Это находится в таком достаточно уже близком транзите. Что-то еще может быть, пока мы не перешли к техническим нюансам и деталям. Общая какая-то информация. Есть ли вопросы? Коллеги из Максов спрашивают. Комплектация только с телефоном? Не будет конфигурации с каким-либо микрофоном без телефона? Хороший вопрос. Мы его задали вендору. Пока есть у нас только предложение, только цифры на вот этот вот базовый комплект поставки. Но давайте перейдем к следующему слайду. Имея в виду то, что телефон, входящий в состав данного комплекта, это видеоконференция-телефон, который может работать как отдельный СИП-телефон, отдельное СИП-устройство, логичным представляется иметь в прайс-листе, соответственно, две позиции. Ну, не только в прайс-листе, а иметь возможность поставки этих двух позиций отдельно. То есть телефон отдельно и дальше вот эта вот видеочасть, которая дополняет телефон до полного комплекта СИП-800. Ждем этой информации. Я думаю, что такая возможность будет. Просто сейчас не готовы еще производители обозначить цены на весь комплектующий набор. Но я более чем уверен, что ситуация будет такая же, как существующая линейка кодеков ВСИ-120, где можно купить камеру отдельно, можно кодек купить отдельно, можно купить кодек вместе с камерой без звука, можно купить... Ну, почему без звука, понятно, да. Например, инсталляция, проект, где закачка уже есть какая-то конференц-система, и он не хочет что-либо менять, его там вполне все устраивает. Нужно просто эту конференц-систему скоммутировать с ВКС. Понятно, что звук не нужен. Бескамерная поставка, но она тоже понятна. Например, при использовании какого-то многокамерного массива, который через коммутатор подключается к ходу. Эти варианты поставок есть. Мы такие поставки делали. То же самое будет с ВСИ-800. Единственное, что прайс появится чуть позже. Если какой-то есть у вас проект, коллеги из МакСофта, где вы уже сейчас хотите сделать предложение заказчику, пишите в почту. Я думаю, что это поспособствует более оперативному появлению такого вот прайса на комплектующих. Потому что такой прайс, он выходит, как правило, с неким запазданием. Теперь хотелось бы перейти к разделу с новыми возможностями. И тут я хочу уже взять слово, так как они более технические. Так вот, у этого нового конференц-телефона в комплекте есть базовая станция, куда крепятся выносные беспроводные микрофоны. Базовая станция имеет разъем microUSB и подключается она к конференц-телефону стандартным кабелем USB на microUSB. То есть, в принципе, можно подключить эти же устройства для зарядки в любой другой USB-разъем. Но, подключая эту базовую станцию к конференц-телефону, в самом конференц-телефоне есть раздел меню, где отображается информация о статусе заряда выносных микрофонов, о остаточном времени их работы. И тут надо сказать, что по умолчанию, когда целиком заряжена батарея, примерно заряда хватает на 19 часов в режиме беспрерывной беседы и до 11 дней в режиме ожидания. Сама док-станция, она выполнена в виде, я даже не знаю, как правильно сказать, там есть магнитные контакты, как это сделано в зарядках для устройств Apple, в некоторых зарядках для устройств Sony. То есть, микрофоны примагничиваются к док-станции, самому гарантируется хороший контакт и работа по заряду батареи. Пресеты камеры изменились, теперь количество пресетов равно 99. Когда вы настраиваете пресеты, то в экранном меню кодека, VC800-го, видны изображения, показывающие примеры рабочего пресета. Это на самом деле очень удобно, не надо запоминать, какая цифра у вас куда была направлена. Здесь у вас есть живая подсказка, пример изображения, как будет выглядеть тот или иной пресет. Настраивать пресеты стало гораздо быстрее и удобнее. Одним нажатием пресет создается, и также одним нажатием, если он вам не нужен, его можно изменить. Вопрос от Дмитрия Никитина. Есть ли индикация состояния аккумулятора? Не только в экране, но и в самом микрофоне. Да, все верно. На самом микрофоне индикации нет. Вам об этом будет говорить конференц-телефон на своем экране. Там малярмы какие-то, если батарейка садится, будет? Да, ну по сути, в этом новом телефоне конференц, там стоит система Android, и там все сопутствующие уведомления, как звуковые, так и визуальные. Следующий слайд посвящен работе двух виртуальных комнат. Настраивается работа двух VMR через веб-интерфейс, увы, не через экранное меню. То есть надо ручками указать, что я хочу использовать две VMR, при этом для каждой комнаты можно создать свой пароль, если вы хотите ограничить круг лиц, которые будут иметь доступ к этим комнатам. Также специально отведенные страницы веб-интерфейса для этих двух VMR настраиваются очень плохо видно. Настраивается время активации голоса. Как говорил Леонид в самом начале, раскладка N плюс 1 позволяет говорящему участнику активного вывести крупнее относительно остальных, чтобы при активной дискуссии картинка постоянно не менялась, то здесь в интерфейсе можно установить интервал активности, когда устройство определяет говорящего и дает некоторое время, чтобы прежде чем вывести его на экран крупнее относительно других. Это позволит картинку на экране стабилизироваться. Следующий слайд посвящен переключению остальных участников. Как уже говорилось ранее, всего до 24 одновременных слушателей может собирать на себе это устройство, но максимум на экране это 9 в режиме мозаики, то есть 3 на 3 раскладка. И чтобы переключать постепенно всех слушающих в веб-интерфейсе этого устройства можно установить интервал переключения. Точно так же интервал переключения устанавливается для режима N плюс 1. То есть он, напомню, 1 плюс 7. Не N плюс 1, а 1 плюс N. Да, не донес. 1, 1 плюс 7. Большой, старший не говорит, остальные N ждут. Спасибо, Леонид. Я не за что. В порядке. Также в веб-интерфейсе руками включается поддержка количества кадров в секунду, то есть 60 FPS. В большинстве случаев достаточно пользователям 30 FPS, 30 кадров в секунду, но для требовательных заказчиков, для специфических задач, когда это нужно, предлагается в веб-интерфейсе данную настройку активировать. Ну и в этом же разделе веб-интерфейса есть настройка, касающаяся передачи кадров в секунду для контента. Доступные значения это 1 кадр в секунду, 5, 15 и 30 кадров в секунду в разрешении Full HD. Если совершить вызов, чтобы убедиться, работают ли ваши настройки, по-прежнему есть меню статистика. В нем вы можете увидеть информацию о входящей и исходящей задействованных полосах пропускания, информацию о кадрах в секунду как на прием, так и на передачу, информацию об используемых видео-аудиокодахах, о потере пакетов и есть информация по контенту, в каком разрешении он передается, сколько кадров в секунду. Ну и сам внизу есть информация об устройстве, с которым вы соединяетесь, вплоть до версии ПО. В случае с E-Link версии ПО вы сможете увидеть, в случае соединения с другими вендорами это обычно вендор плюс модель. Следующая новая возможность это групповой вызов. Теперь очень удобно через экранное меню совершать групповой набор. То есть достаточно зайти в раздел контакты и сразу с пульта выбрать несколько контактов, которых нужно объединить в конференцию, после этого нажать кнопку вызов. То есть буквально в два нажатия устройство вызывает столько участников, сколько вам требуется. Раньше такой возможности не было, она работала только через экранное меню, надо было заранее такую группу создать. Ты просто сказал, что с пульта зайти в экранное меню, а что с телефона нельзя. Мне кажется, на сенсорном экране это гораздо удобнее делать, чем на списке. группы. Да, это можно сделать из телефона, все верно. Это и возможности на 860-м телефоне существующем в текущей модели бреду тоже не было. Что еще удобно, то что эти группы можно как создавать через экранное меню или через телефон, так и постоянно выбирать новых участников, которые должны в конкретно текущий момент в нашей конференции поучаствовать. Поступил вопрос от Эльиза Боревича. Контент, при входящем BFCP, передается или при помощи BFCP передается или просто отдельный H244-265 поток? Есть поддержка и BFCP, и H239, и контент передается отдельным потоком. Но при этом, если вы знаете, что ваши удаленные точки только один экран, во всех терминалах Ялинк есть возможность подмешивать контент в один поток. То есть, если вы включаете эту опцию в настройках веб-интерфейса, то кодек отдает участнику один поток, в котором уже идет и видео, и контент одним потоком UDP-пакетов. Другому участнику поддержка BFCP не будет требоваться. Но вообще тут изначально по умолчанию работает два отдельных потока. Один для видео, второй для контента. Либо BFCP, либо H239. Теперь хотелось бы рассказать о новом режиме Picture-in-Picture. Теперь раскладок четыре. Одна раскладка это 1 плюс N. Вторая это полноэкранный режим какого-то одного докладчика. Третья раскладка это мозаика, где все докладчики равноразмерны по площади. И четвертая теперь это Picture-in-Picture. Ее же пример вы можете наблюдать, когда маленькая картинка в углу находится относительно основного экрана. Во время вызова можно собрать в режиме Picture-in-Picture 1 плюс 5 участников. всего 5 участников, то есть 1 плюс 4 на экране. Выглядит это будет следующим образом. Хотел бы подчеркнуть, что очень удобно передавать в таком режиме контент, когда он будет основным экраном, а видео будут аккуратненько располагаться под контентом. Ну и давай поговорим о конкурентной стратегии. Есть небольшая таблица от самого вендора, видения Ялинк на ситуацию на рынке. В этой таблице Ялинк VC800 сравнивается с кодеками Polycom группы 500, Cisco SX20 и LifeSize Icon 600. Здесь мы, к сожалению, не успели добавить решение от Huawei. Его тоже, к сожалению, забывать не надо, хотя мы допустили. Добавим, да. Но глядя на эту таблицу можно, наверное, одним фразой обойтись. Ялинк считает, что сейчас всем будет очень плохо. Ну, не просто плохо, а совсем плохо. Потому что решение по своей цене, по своему позиционированию, по основным, скажем, многим потребительским функциям существенно бьет собрать по классу. Ну, что тут подводить? Все факты налицо. Не знаю, что еще сказать. Жизнь, конечно, покажет, насколько это круто, действительно, востребованно. Но, мне кажется, не только мне, многим коллегам кажется, что это, да, это вот такой вот вызов рынку, который рынок вы просто обязаны принять и прочих равных вы получаете существенно превосходящие по классу, по сумме вот этих потребительских функций устройств. Ну, вот Илья Забаревич тебе парирует и говорит, что инфраструктура не дотягивает пока. А что такое инфраструктура? Илья, поясни, пожалуйста, что ты вкладываешь в понятие инфраструктуры? Это очень такое многоплановое слово. YMS. YMS. Мы сейчас говорим о ситуации в подсегменте групповых кодеков для больших и средних конференц-залов. С точки зрения позиционирования Ялинка как производителя, который может делать полное инфраструктурное решение в монобрендовом режиме, я здесь согласен. И YMS еще допиливать и допиливать для того, чтобы он стал нормальным, полноценным продуктом. Но, если посмотреть ту же самую презентацию нашу, посмотреть внимательно планы, которые заявлял Ялинк, весь такой, наиболее востребованный функционал должен быть закончен к этому году. Мне кажется, пока китайцы, наши уважаемые поставщики, не сильно нас обманывали, практически никогда не обманывали с заявленными прогнозами на выпуск той или иной модели и открытия тех или иных функций. Полгода это, наверное, не срок. Так что, скоро мы станем совсем взрослыми, Илья. И нас не то, что нужно будет учитывать, а придется учитывать практически всегда. Что касается теста и проверок, то кое-что я ранее высылал, сейчас еще раз продублирую. Сейчас тут вопрос задает Илья Правин, кодек крутой, не спорю, но надо посмотреть ближе, дадите потестировать. Да, конечно же, дадим. К нам вместе с этой поставкой июльской едет достаточно ограниченное количество демонстрационных комплектов. Именно их мы будем давать на тестирование. Если у вас есть какие-то уже планы потестировать, показать, то, пожалуйста, пишите на dcs собака. пематика.ру Если будет овербукинг, будет переполнение, будет количество желающих больше, те кодеки, которые к нам едут, мы будем сразу какую-то очередь выстраивать. Говорить, что первым оборотившимся мы даем сразу по приезду на одну-две недели, а остальным будем назначать соответствующие сроки после возврата. Вот как-то так. Понятно, что мы не можем привезти сразу десятки демонстрационных комплектов, несколько штук едет, мы готовы конечно же дать на тест. Я бы хотел сказать, что сейчас C800 у нас размещен в нашем тестовой лаборатории, в принципе он доступен для доступа извне, какие-то полевые испытания можно делать уже сейчас в таком режиме удаленном. Да, единственное, чего у нас нет, это телефон к нему, то есть сам кодек есть. Коллеги, собственно, какие-то еще вопросы это вся информация, которую мы хотели до вас донести. С удовольствием ответим на какие-то вопросы, если таковые есть. Дмитрий Никитин спрашивает, когда с телефоном будет возможность потестировать? Еще раз говорю, что к середине июля мы ждем поставку. Поставки будут две позиции. Будет виси 800-й продажный вариант, который будет у нас лежать на складе, который уже можно предлагать сейчас заказчикам, имея ввиду такой достаточно короткий срок поставки. Дальше мы эту позицию будем поддерживать на складе, но в каком-то товарном количестве. В каком именно, не скажу, потому что это в каком-то смысле коммерческая тайна. И вторая позиция, которая едет в этой же поставке в середине июля, это демонстрационный комплект, который будет называться традиционно VDK, у него будет уже цифровой индекс 800. Там в чемодане транспортировочном кейсе будут лежать ВС 800-й плюс флешка и что-то еще. Переходник, кажется, это будет аналог VDK 120-го и VDK 110-го, который мы даем на тестирование конечным заказчикам и наших партнерам. Точная цена по всем комплектациям в понедельник, спрашивает компания Marksoft. Нет, в понедельник появятся точные цены на базовый комплект поставки VC800. А вот цена на отдельно компонент компоненты я думаю, что появятся где-то в течение недели-двух. Но еще раз повторюсь, если есть конкретный проект, то напишите, я думаю, что такой вот практически интерес он ускорит работу внутри производителя и они выдадут скорее цены на эти компоненты. Ну, что ж, Леонид, я думаю, самое время поблагодарить коллег слушателей за внимание. А, не совсем правильно я понял. Коллеги из Marksoft, цена на лицензии на 8, 16, 24 точки также появится в понедельник. Говоря о компонентах, я имел ввиду отдельно цены на железные компоненты. А розничные цены, они уже собственно есть, должны сегодня до конца дня быть открыты на нашем сайте. Партнерский прайс на кодек PFC 800 и на три варианта лицензии, они все будут в обновленном прайсе в комитете. Последнее локализация, интеграция. Антон Сорокин спрашивает, что по поводу локализации, интеграции со Skype for Business и записи конференции локально или удаленно. Вопрос хороший, очень комплексный, и отвечать на него можно по-разному. Если говорить о WC 800, о модели, про которую сегодня у нас был диалог, то эта модель, ее интерфейс, экранное меню локализован, веб-интерфейс в процессе локализации, мы скоро его закончим, он в чистом виде со Skype for Business не интегрируется, таких механизмов нет. Запись разговоров он поддерживает, точно так же, как и существующий WC 120, можно подключить в USB-порт кодека флешку и в формате HD записывать вашу видеоконференцию. Ялинк планирует сделать интеграцию со Skype for Business через свой программный продукт Ялинк митинг сервер для всех устройств видеоконференц связи. Ялинк митинг сервер будет выступать в роли шлюза к Skype for Business и эта работа планируется быть завершена до конца года, так что в конце этого года, в начале следующего мы будем эти тесты проводить. вопрос аналогичный от Дмитрия Никитина и Анатолия Сорокина запись только локально на носитель да, записывается только локально на USB-носитель в сеть никуда пока устройство записи не передает запись глобально плюс стриминг будет доступен также через Ялинк митинг сервер это в планах до конца года реализовать у Ялинк пока этого тоже увы нет но в каком-то виде мы увидим в этом году решение вот то что вы спрашиваете на уровне сети какая-то глобальная запись будет на Ялинк митинг сервере реализована все кодеки для видеоконференц связи и все терминалы то есть и 49 телефон и младшей модели 110 все они умеют поддерживать запись локально на USB дисках я думаю что это сделается специально осознанно может быть даже если функцию Ялинк могли бы реализовать они не стали закладывать UC800 чтобы не создавать внутреннюю конкуренцию среди своей продуктовой линейки чтобы делать продукты дополняющие друг друга но ни в коем случае не пересекающиеся по важным функциям чтобы иметь возможность продвигать строить те самые инфраструктурные решения которые мы обсуждали буквально несколько несколько минут несколько слайдов назад тому как-то так себя если какие-то есть вопросы пишите сейчас попробуем ответить либо пишите в почту наши координаты Дмитрий давал несколько раз это vcs собака айтематика точка ру ну или звоните если что-то совсем срочное мой добавочный 115 добавочный Дмитрия 200 ровно сейчас прямо напомнил магазин на диване это отличный продукт звоните заказывайте почта телефона даны мы будем надеяться что все наши партнеры сидят на мягких уютных диванах смотрят все на больших экранах ну что ж спасибо за внимание спасибо рады были вас видеть запись будет доступна в ближайшее время но если что обращайтесь будем рады помочь всего доброго спасибо спасибо Продолжение следует...